Не грязь, а трэш-ток по-любому обеспечен, да. Вот топ-док и хардкор — это конкуренты. Но нам-то какой до этого дела? Во время боя она просто кричит так, что я просто только ее слышу. Поздравляю тебя с этим титулом. С одной стороны, техническое оснащение, оно где-то на толленой стороне. Ну, вот видишь, как я бью вообще. То есть психологически рыбисту легче. Друзья, приветствую вас на моем YouTube-канале «Искалянчиков бойцы». Сегодня мы снимаем за кулисье «Правда файтинг». Поставьте это видео сейчас на паузу. Подписываемся, включаем колокольчик, чтобы не пропускать наши выпуски. И погнали! Итак, друзья, вот наконец-таки я с тобой встретился уже нормально, с профессиональной камерой, с профессиональным светом, вот на таком прекрасном турнире. Приветствую тебя, это Заур Байсаев, российский комик, ведущий отличного подкаст-шоу, также «Хассл». Конкуренты, конкурентам интервью. Почему конкуренты, брат? Да, всем надо развиваться. Кто тебя сегодня пригласил сюда, какие бои ожидаешься видеть, и за кого ты сегодня болеешь? Ну, я не первый раз на «Правде». Мой друг Хеток, он организовывает, хочу респекнуть ему. Ну, вообще, я ему и до этого говорил, что от турнира к турниру вообще… Растет и растет, да. Уровень повышается от турнира к турниру. Ну, федеральный канал, в прошлый раз бои были на «Матч ТВ», сегодня на «РЕН ТВ». В любом случае, это уровень, это федеральный канал, поэтому, ну, это популяризация спорта. Это классический бокс его проявления. И без вот этой грязи, как говорится. Сегодня, как максимум, все на уважении, так сказать. Ну, немножечко было, конечно, на битве взглядов между «Датчиком» и его оппонентом. Ну, это «Датчик», что это «Датчик». Болею за… болеть буду за «Тиграна». За «Тиграна». За «Тиграна». Да, мне очень нравится «Тигран». Я был на прошлых боях. Он, по-моему, всех вырубает. Да, да, да. Такой яркий накаутирует нас. Пацан, во-первых, с Владикавказа. И очень приятно за Владикавказскую школу бокса. За него буду болеть именно конкретно. Очень интересно посмотреть «Датчиком». Хочется, чтобы выиграл «Датчик», чтобы посмотреть его в финале без разницы с победителем. С победителем там Вагаб Вагабов и Кудряшов. Да. В любом случае, где «Датчик», там, наверное, будет какая-то… Не скажу, что не грязь, а трэшток по-любому обеспечен. Это будет интересно в любом случае посмотреть. Ну, вот, смотри, ты сказал, что тебе будет интересно посмотреть противостояние «Датская» уже в финале с кем угодно из этих двух оппонентов. Но если брать больше интереснее было бы «Вагаба» или «Вагаба»? Вагаба, или «Вагаба»? Да, они вообще разные. Да. Как ты думаешь о противостоянии «Вагаба» против Дмитрия Кудряшова? Кто будет? Потому что Дмитрий Кудряшов – это профессиональный «Вагаба»? Профессиональный «Вагаба»? Да, и… Ну, если оценивать… Как сказать? Я вообще… Вообще-ка… Некорректно мне… Некорректно мне говорить о каких-то профессиональных качествах. Я просто… Просто болельщик. Просто болельщик, как зритель. Как зритель, мне кажется, что больше шансов о Кудряшовах, так как у профессионального «Вагаба» все равно. Да, как будто бы больше шансов. Не знаю. Не знаю. Но в любом случае, это уже интересная пара сама по себе. И, наверное, это… Не наверное, а это в любом случае вызов для «Вагаба». А как думаешь, если «Вагаба»… Это же не его стихи, в принципе. Ну, в принципе, да. А если «Вагаба» дебютирует, например, на «Голых кулаках», будет ли у него вообще как-то там серьезная позиция против него? По-любому он же тяж. Да, да. Там тяжа хорошие все. Еще они до школы, автомат ГД, да. В одной команде, да. Они в одной команде. Да, они в одной команде. А он планирует на «Голых кулаках»? Не, мне вот интересно, если бы… В принципе, мне нравится «Вагаба», он как персонаж из какого-то американского боевика. Просто вот, ну… В принципе, телезвезда. импонирует, нравится как боец, как ведет в принципе свои бои возможно ли нам когда-нибудь увидеть тебя самого в автогоне, либо в ринге да нет, какой вообще я вообще, я примерно примерно знаю, в какой стороне зал и все, нет, у меня вообще нет никакой базы я чуть-чуть в школе, как в Севосетии занимался борьбой и все, ну то есть и классикой тоже позанимался ну, ну это для себя а сейчас под старость лет начинать начинать какую-то, не скажу профессиональную деятельность, а вообще выходить в ринг, это будет позор просто у меня нет просто даже элементарных элементарной базы вообще, да, вот вот видишь, как я бью нет, это исключено вообще, я как бы в своей стихии двигаюсь мне мне достаточно быть диванным наблюдателем и все как ваши дела и как ваше настроение? настроение как всегда отлично последнее время я уверен вот такие вопросы вам задают очень редко потому что постоянно куча вопросов так и есть знаешь, я сейчас думал мы опять про бокс хотя о нем тоже поговорим а так хочется просто обычного человеческого вопроса братан, как ты? нормально хорошие бои посмотрел я очень доволен увидено классный турнир сегодня вы я видел в совесть Анатолия Сулянова то, что вы были на турнире да, да как вам бои ведь сегодня был именно гран-при конечно, мы не будем говорить о результатах боев но гран-при как вам в целом турнир именно третьего сезона как все мне нравится вот формат и антураж а что касается боев то скажу так что все-таки ощущение что это не те бои которыми вот хардкор гордится какие-то топовые она меня не покидала но когда я понимаю что это формат отбор это же отбор я понимаю что дерутся вы уже в жюри сегодня сидели, да? да, то есть дрались молодые ребят не то, что молодые дебютанты которые пытаются себя проявить но что от них ждать вы увидели сегодня из них кого-нибудь хотя бы вот так что вот это будущая звезда там было пара ребят которые реально как бы нормальные такие бывшие боксеры и которые реально в кулачке себя покажут где бой Анатолия Сулианова регбиста ребят вы что пока не очень верю в этот бой сегодня у меня спросили я сказал что я в этот этот бой вернусь к теме этого боя летом объясню почему можно хоть каждую неделю это обсуждать вот последнее что я слышал Анатолия Сулианова он сказал у меня травма я ее залечу и будем разговаривать и я его спросил месяц назад да у него с колен с ногой я говорю Толь когда он говорит я сейчас к лету буду уже в нормальной форме будет в нормальной форме сразу заговорим пока так себе пока подвешен есть ли какой-нибудь бой который вот вы мечтаете провести вот прям вот прям заветные два бойца которые хотят сделать противостояние и вот Сулианов с регбистом мне очень нравится эта история честно я вот считаю что широкий зритель ну как вы думаете кто будет все-таки победителем противостояния потому что это будет три по пять как я знаю да три по пять по-любому но меньше делать смысла я думаю нету по две минуты ну что такое три по пять да они сами наверное так хотели бы конечно это будет полностью ММА или именно вот всеми правилами введенными с одной минуты в партере сложный очень сложный вопрос знаешь почему потому что вот с одной стороны техническое оснащение оно где-то на Толиной стороне он там он все-таки грэплингом постоянно грэплингом занимается там и так далее но то что рэгбист все время дрался да со своем стрелке да а Толя как бы уже не живет жизнью бойца он живет жизнью бизнесмена так скажем да вот это тоже имеет свое значение то есть психологически рэгбисту легче но в самом бою вот если Толя не сгорит то мне кажется он фаворит фаворит очень много организаций власти каждый день там каждую неделю какая-то новая организация куча организации кто является вот для АМС Файт Найса главным конкурентом в мире единоборств хороший вопрос вот сегодня мне его уже задавали ты знаешь все реально прихожу к воду что все организации разные одно время мы очень сильно с ACB тогда еще конкурировали потому что тогда еще ACB мы были очень где-то похожи у нас одна была концепция мы там больше турниров больше качественных боев файт матрикс потом я честно говоря сменил концепцию где-то вынуждены где-то сознательно там и так далее и пошел больше в народ вот а у них более такая специализированная профессиональная лига и сегодня мы все разные вот и мне кажется мы сегодня друг друга скорее поддерживаем питаем чем-то просто потому что мы разными вот топ-док и хардкор это конкуренты но нам-то какое до этого делали я не конкурирую ни с одной из них сегодня завтра все может изменить но у вас был противостояние морев против моряка на головку лака но это мы делали это не система это мы сделали так надо было просто попробовать но это не система я системно кулачными боями не готов заниматься знаешь почему потому что есть как минимум две организации которые делают это хорошо это хардкор и топ-док как минимум две чемпион хардкор файтинг чемпионшип 77 килограмм хайбула хищник мусалов начал активную подготовку уже я смотрю его сторисы он там борется уже тренируется ногами раскидывается он говорил о том что он хочет подраться по правилам ммм мм правильно так сказать готовы ли вы принять его в лигу он дружит с Амиром Мурадовым как я знаю поэтому ну конечно все-таки хайбула же это имя пускай это не имя в мм но это имя в единоборств но это только из-за того что он дружит с Амиром Мурадовым или вы хотите выбросить этот факт нет нет дружит это был комментарий к тому что вполне логично что он подрался бы у нас а хотел бы я его видеть или нет я же говорю хотел бы просто как и любого другого известного бойца высококлассного ну я не знаю мы можем сегодня говорить о нем как о высококлассном ммм бойце как ммм я еще тогда будем говорить о нем как о очень медийном бойце все-таки чемпион известной линии ну что ребят это у нас боец хардкора на голых кулаках Кингли Влад Кингли Влад Кингли поправляй меня как твои дела как твое настроение я вижу тебя нормально лицо побитое что произошло ну бой прошел у меня недавно недавно прошел хороший бой да хороший бой да скоро узнаете результаты ничего не буду говорить пока нельзя так в целом все хорошо нормально в любом случае ребят ждите этот выпуск потому что вас ждет лютейшая заруба двух профессиональных бойцов это было на самом деле огненно тебя не напрягает та ситуация кто будет вашего тренера Светланы Андреевны она очень такая она очень жесткая эмоциональная но она большой профессионал она большой молодец она мне очень импонирует нравится но во время тренировок вы же внуш понимаешь что все габариты такие мужчины статные знатные с характером и когда она вас кучит просто да не почему это же мы понимаем что это тренер это тренер да она дает дисциплину она закаляет бодрит если мы где-то расслабляемся она говорит как делать что делать и все нас подбодривает и мы хотим дальше мотивирует заводить мотивирует во время боя потому что конечно во время боя она просто кричит так что я просто только ее слышу даже друзей не слышу что они кричат вот она кричит все только ее слышу гугл она обладает кстати после вашего боя он говорит а типа очки засчитываются те которые выбросила Андреевна в бою потому что когда она секундирует она как будто бы сама переносится в этот бой и она прям все она прям видит это все делает движения такие же как я делаю да не очень круто и на самом деле если вдруг ты встретишься в дальнейшем с хайбой как противостояние конечно мы не будем перепрыгивать через оппонента но в любом случае думаю противостояние будет очень зрелищно если мы будем драться за чемпионский пояс это 5 раундов да и там я думаю будет очень жесткая заруба и к нему нужна будет подготовка очень серьезная потому что хайбала непростой далеко не простой он всех заканчивает досрочно и это наоборот мотивирует чтобы ну с ним если ты выиграешь такого оппонента то ты у тебя гряду после взлетит в космос ну понятно хайбулла это очень серьезная помимо хайбуллы мусалова есть ли у тебя какой-то определенный оппонент я вот у всех своих гостей спрашиваю может у тебя есть внутри какая-то кому-то определенная там ненависть там или желание поравить или спортивную с такого параметра и тем более в моей весовой категории 7-7 килограмм особо я вот была мой Захар мы с ним подрались я ему проиграл я сейчас с ним дружу общаюсь хорошо общаемся хорошо вообще переписываемся каждый день спрашиваем как дела и Черняев мы с ним тоже общаемся так заобщались что вы ездили вместе на сборы в Сочи как проходят твои сборы именно в этой крепости это была разовая акция или разовая акция я просто поехал в Сочи отдохнуть на недельки и Черняев смотрю Черняев в Сочи я говорю а что ты тут делаешь да я на сборы приехал меня менеджер пригласил Илья я говорю ничего себе можно к вам залететь ну я не знаю поговорю с Гудником Ильей ну типа если он разрешит добро даст то конечно приезжай и все через два дня он мне пишет давай братан приезжай как спарринг-партнер мы тебя ждем я все поехал туда снял там ну небольшую такую комнату и все и там жил туда ездил на тренировки две недели прошел сборы с нами победитель и новый чемпион правда файтинг и клуба РЕН-ТВ да получается чемпион Тигран Сагаян поздравляю тебя с этим титулом ты большой молодец это было просто космос но немножко заставил понес немножечко ну не без этого но согласен с тем что сегодняшний бой для тебя был самым сложным в этой организации да полностью согласен дабы я выступаю в своей весовой категории дабы вообще практически вес не гоняю я вешу 62-3 килограмма до боев насколько знаю мой соперник гонял с 70 килограмм если не больше какие эмоции тебя сейчас наполняют и это пусть тебя облегчил сейчас или он все-таки тяга лежит на твоем плече честно как-то сейчас скажу что не особо понимаю вкус победы не чувствую пока что не знаю а лицо болит или пока еще не не начало завтра будет да завтра будет больно да когда начнешь тренироваться и приступать обратно к тренингскому процессу я думаю недельку отдохну и начнем готовиться на следующий бой насколько знаю он будет через месяц будешь уже защищать пояс точно не могу сказать либо защита будет либо просто бой либо новый пояс либо 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 либо